здравствуйте это программа итог недели по традиции этот итог мы подводим с председателем правительства приморского края верой щербиной вера георгиевна здравствуйте здравствуйте вера георгиевна ну выставка россия на в днх до сих пор продолжается павильон приморского края не пустует он работает какие мероприятия сейчас основные там проводились и что ждет еще новый год начался очень активно мы все свидетели с вами смотрим и средства информации по центральному телевидению какой интерес вызывает это всероссийская выставка форум и конечно же наш павильон вызывает огромный интерес у посетителей но в январе месяце прошло очень много мероприятий практически все заместители председателя правительства кураторы у нас поучаствовали в том или ином мероприятии на площадке а в днх и конечно же вот сейчас прошли дни дальнего востока где участвовал лично губернатор это тоже яркие такие события которые привлекли внимание не только приморцев разрабатывая план подготовки вот подобных мероприятий что было важно для вас показать презентовать подметить вот в жизни и экономики регионы чтобы это увидели жители других регионов российской федерации конечно же наша главная задача это презентовать потенциал приморского края и наверное нам это где-то удается достаточно сказать что президент уже выступил о том что выставка будет продлена предполагалось что она будет до 1 апреля он предлагает чтобы она работала все лето поскольку будет много туристов ну и конечно же мы показываем потенциал промышленные мы показываем потенциал туристические мы показываем потенциал гастрономический природный и это все вызывает огромный интерес но и мы уже рассказывали о том Мы делаем розыгрыши как за счет средств краевого бюджета, так и за счет средств внебюджетных, то есть наших спонсоров. Мы разыгрываем путевки для того, чтобы к нам приехала молодежь. И это туризм и промышленный, чтобы они посмотрели, какие предприятия, может быть, примерили себя в качестве сотрудников этого предприятия, какие мы преференции даем. И туристические мы тоже разыгрываем такие путевки, и приедут к нам москвичи или даже жители каких-нибудь других регионов, которых мы будем заманивать, оставаться работать, жить у нас в Приморье. Вера Юрьевна, какие-то конкретно проекты, программы, которые были на выставке ВДНХ в Приморском павильоне, для себя лично можете отметить? Я хочу сказать, что их настолько много. Вот январь как раз знаменуется тем, что здесь у нас и по проектам цифровизации прошли мероприятия, и по природоохранным мероприятиям земля-лиапарда, мужский текар. Это наша фишка нашего павильона, и мы показывали наши заповедники. Это и строительная отрасль. То есть чего добилась наша строительная отрасль? Я хочу здесь лишь отметить, что по национальным проектам, по строительству мы лидеры в Российской Федерации, не только на Дальнем Востоке, по строительству жилья, по строительству других объектов, и сама строительная отрасль нам несет дополнительные доходы в бюджет. Это и, конечно же, Дни Дальнего Востока. Это большое массовое мероприятие, в котором участвуют все губернаторы Дальневосточного федерального округа, в котором участвуют федеральные министерства и ведомства. И вся информация сосредоточена как раз на том, какие крупнейшие инвестиционные проекты реализуются в целом на Дальнем Востоке. Наш губернатор выступал и на федеральных каналах, и на пленарной сессии. И на пленарной сессии у нас участвует крупный инвестор. Это Артемовский торгово-логистический центр «Фининвест». Достаточно сказать, что объем инвестиций, который он вкладывает, 15 миллиардов рублей. Это средства инвестора. Логистический центр заработает к 27-му году. И мы уже говорили, что это более 500 высокотехнологичных рабочих мест. Вера Георгиевна, павильон Приморского края в Москве видят москвичи, гости столицы, гости из других стран. А приморцы могут попасть в этот павильон? Не думаете ли вы какую-нибудь разработать программу, чтобы жители Приморского края слетали в Москву и посмотрели на свой же павильон Приморского края, но в Москве? Мы и в рамках тех мероприятий, которые я уже озвучила, мы делегации отправляем. Наши жители. Конечно, это лучшие школьники. Вот сейчас мы по студентам рассматриваем, вот в рамках патриотики уже на следующий месяц, в феврале, поедет наша делегация. Но и сейчас, вот на этом мероприятии, которое я уже упомянула, у нас ведь и творческие коллективы там были. То есть мы везем коллективы, которые там участвуют. Но вообще на выставку доступ свободный, любой желающий может туда попасть. Там даже можно заказать экскурсию, чтобы не блудить. Целый день там можно даже за день не обойти. Очень много интересных моментов не только в наших дальневосточных, но и в любой регион посмотреть интересно. Посмотреть, например, павильон Росатома, Роскосмоса, Сбера. Это очень яркое зрелище. Гастрономию Приморского края как представляли, Вера Георгиевна? Что там было вкусного и интересного? Очень ярко и уже не первый раз. На наших площадках всегда очень много народу. И я хочу сказать, что кроме того, что некоторые блюда раздают бесплатно, но ведь там работает ресторан, и цены, я вам хочу сказать, не дешевые. Но там постоянно очередь. То есть наши крабы, наши продукты, морепродукты. И кроме того, мясную продукцию в этом году, вот сейчас именно на дне Дальнего Востока, наши рестораторы. Вот, например, ресторан «Дело в мясе» очень ярко себя проявил. Очень большой интерес. Что касается культурной программы, какие творческие коллективы были, что они показали? Ну, самое большое – это, конечно же, краевая филармония. Очень активно участвовала и выступила. Ну и наш эстрадный оркестр известный. Это под руководством Дмитрия Бутенко. Наши солисты – это Дмитрий Сабитов, это Юлия Макеевич, это Николай Буров. То есть мы их все знаем, они вот представили нашу краевую культурную программу на днях Дальнего Востока. И собрали очень много людей. Вера Георгиевна, павильон будет еще работать. Что в планах до конца, до закрытия еще что-то? Планов очень много. И я хочу сказать, что это не просто, наверное, вот как для туристов, для проведения досуга. Мы видим на разных площадках, какое серьезное внимание со стороны правительства Российской Федерации уделяется. Вот только в январе месяце мы участвовали в мероприятиях, которые проводили администрация президента Сергея Владимировича Кириенко, это заместители председателя правительства Чернышенко, Хуснулин, это Абрамченко, это Юрий Петрович Трутнев. И, конечно же, на всех этих площадках рассматривались разные вопросы, и дискуссии там были, и достижения. И, конечно же, это какой-то соревновательный дух, когда мы смотрим, как другие субъекты что-то представляют, мы смотрим, где мы лидеры, а где, может быть, мы отстаем от других субъектов, и мы уже принимаем какие-то планы для того, чтобы развивать то или иное направление. Вера Георгиевна, и по традиции прошу вас подвести итог минувшей недели. Минувшая неделя прошла довольно ярко. Что из нового? Мы сейчас внедрили час инвестора с губернатором, то есть инвесторы могут задавать любые вопросы губернатору. В какой форме, простите? А это вот в форме, когда мы выбираем 2-3 инвестора, в основном с проблемными вопросами, которые они нам задают, и с губернатором в диалоге, как решить то или иное направление по инфраструктуре, по ряду других позиций, и принимаются какие-то решения в результате общения живую с губернатором. Вот такое все это прошло. Опять же, мы сейчас рассматривали эффективность мер поддержки по сельскому хозяйству. Губернатор детально погружался во все меры поддержки, которые у нас предоставляются. Это ни много ни мало 5 миллиардов рублей. И, слава богу, отрасль реагирует очень адекватно, поскольку даже в условиях чрезвычайной ситуации у нас рост всех показателей по производству собственной продукции. И, в общем-то, мы рассматривали, какие меры поддержки стоит сохранить, а какие нужно, может быть, новые механизмы применять. Очень серьезного внимания мы уделяем сейчас развитию инфраструктуры края. Мы уже упоминали о том, что нам выделены инфраструктурные бюджетные кредиты и казначейские кредиты. Это временно свободные средства, которые нам дают под 3%. Это федеральные средства. И мы на них как раз создаем инфраструктуру для новых заводов, для новых производств. Вот промпарк в Большом Камне создается, и там будет домостроительный комбинат. Там будет завод по производству строительных материалов. Но для того, чтобы они к нам пришли, инвесторы, и построили эти заводы, мы должны дороги, электроэнергию, газ. Вот этими вопросами мы всеми занимались. Но еще новое, то, что обсуждалось на этой неделе, это национальные социальные инициативы. Как их развивать на территории Приморского края. В этой части мы сотрудничаем с агентством стратегических инициатив. И губернаторам были поставлены новые задачи на 2024 год. Вера Георгиевна, спасибо вам за беседу. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова